Привет, друзья мои! И сегодня у нас задача, которая в интернете надела очень много шума, но тем не менее 99% людей решают её неверно. Давайте я вам сначала покажу, как решают её люди, а потом мы с вами разберём, как же её нужно решить. Смотрите, у нас есть с вами вот такой вот многоугольник с тремя прямыми углами. И нам известны все стороны, кроме одной. И вот эту самую одну сторону нам с вами нужно найти. Как делает абсолютное большинство? Они видят, что у нас есть прямой угол со сторонами 3 и 4. Они радуются, вспоминаю, что есть такой замечательный египетский треугольник со сторонами 3, 4, 5. Он как раз прямоугольный. Так? Пишут вот тут пятёрочку и достраивают вот тут до прямоугольника. Раз это 3, то и это 3. Значит, вот этот вот отрезочек у нас равен 5, так как это прямоугольник, да? А тут, смотрите, снова у нас получается прямоугольный треугольник. Катет 3, гипотенуза 5. Значит, второй катет равен 4. Ну и получается, что х складывается из 5 и 4. Получается 9. Так вот, 9 это неправильный ответ на эту задачу, друзья. Если у вас тоже получилось 9, то я вас поздравляю. Вы входите в абсолютное большинство неправильно решающих. Но не расстраивайтесь на самом деле, потому что задача это с подвохом. Тут рисунок нарисован так, специально, чтобы запутать вас, да? Чтобы нам казалось, что вот эти вот две точки на одном уровне находятся. Но на самом деле это, конечно же, не так. Это схематичный рисунок. А если мы нарисуем с вами так, как нужно, то рисунок получится вот таким. И тут уже будет, ну, совсем очевидно, да, что вот эти две точки, если мы их соединим, то мы не получим прямую параллельную вот этой прямой. Так как же решать эту задачу? Ну, смотрите. По сути, если мы сейчас с вами найдем длину вот этой вот прямой, то, так как вот это вот у нас с вами прямые углы, да, вот это получается прямоугольный треугольник, катет известен, гипотенузу мы найдем, второй катет найдем без проблем. Вопрос теперь только в том, как найти вот эту вот гипотенузу. Что можно сделать, чтобы было проще? Давайте мы вот этот вот, вот этот отрядчик равный 4, передвинем вот так. Вот он у нас, так. А вот этот вот отрядчик равный 3, передвинем его вот сюда. Так. Ну, а вот это, чтобы оно нас не смущало, давайте сотрем. Тогда что у нас получается? Вот это вот 3, вот это 4. Значит, тут прямой угол. Вот эта вся штуковина равняется 8. И у нас с вами получается прямоугольный треугольник с катетинами 4 и 8. В нем несложно найти гипотенузу. Это будет корень из 16 плюс 64. Это корень из 80. Ну, а теперь, как я и говорил, да, ищем х по теореме Пифагора уже из вот этого вот прямоугольного треугольничка. Получаем, что х – это квадратный корень из... Корень из 80 в квадрате – это 80, минус 3 в квадрате – это 9. Получаем корень из 71. И вот это вот, друзья мои, правильный ответ. Да, он некрасивый, это не целое число, но это правильный ответ. Напоминаю, что в неправильном решении вот тут вот, да, у нас с вами получалось 9. Так, получалось 9. Ну, и 9 на самом деле больше, да, чем корень из 71. То есть корень из 71 – это примерно 8, 42, 43, где-то так вот. Вот такие дела. Ставьте лайк, подписывайтесь на мои каналы на YouTube, в Dzen, в Telegram, в ВКонтакте. И пишите обязательно в комментариях, как решили задачу вы, правильно или неправильно, и в какой попытке. На этом у меня всё, друзья. Пока, до новых интересных задач.